Чувствую, за это видео я сотню раз пожалею, что надела банданы. Всем привет, меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мне захотелось снять видео о своих книжных покупках за июль. Июль еще не закончился, сегодня только 17-е число на календаре, но я понимаю, что хватит скупать книги, тратить на них свои деньги, пока что, потому что в этой стопке столько непрочитанных книг. Начну я, пожалуй, с книги Кристины Старк-Крылья, это единственная книга из этой стопки, которую я прочитала от начала до конца, можете увидеть количество закладок, оставленные мной. Книга «Осенадцатилетние девочки по имени Лика», которая после покушения на ее жизнь обнаруживает, что при стрессовых ситуациях она может перемещаться из своего тела в что-то другое, ну, а потом обратно в свою. И она думает, что сходит с ума, что с ней что-то не так, но потом она находит парня по имени Крис, у которого такие же возможности, и он рассказывает ей о том, что такие люди называются десельторами или... Ну, я называю их десельторами, честно, я не зашла в интернете, как правильно ставится ударение, поэтому я ставлю его так. Пожалуйста, не бейте меня. Я, можно сказать, пересказала аннотацию этой книги, в действительности все немножко по-другому. Первые сто страниц этой книги мне не то чтобы не нравилось, то, что я читаю, но я не была сильно заинтересована в этом. Я просто читала дальше, потому что знала, что эта книга нравится очень многим людям, и я вообще не люблю оставлять какие-то непрочитанные книги, я считаю, что это совершенно неправильно. Даже если тебе не нравится, надо это читать и узнать, чем это все закончилось, потому что твое мнение может перемениться. Однако после сотой страницы, когда уже началось развитие какой-то любовной линии, потом была вторая часть, тут их всего как бы три. Во второй части больше рассказывается про второстепенных персонажей, которые просто прекрасны, и вообще моим любимым персонажем в этой книге является Альцет, который является второстепенным персонажем. И вот вторая часть этой книги — это просто прекрасно. Я не могла остановиться, считая это, потому что настолько это интересно, что захватывает с головой. Ну и третья часть, в принципе, тоже хороша, но вторая вообще супер. И у этой книги открытая концовка. После этой концовки у меня осталась куча вопросов, которые пришлось додумывать. Не фанат, я всего такого, потому что люблю завершенность, иначе я трачу очень много эмоций, очень много сил и времени на обдумывание всего этого, придумывание, что дальше и так далее. Люблю, когда все-таки все рассказывает автор, и как-то, ну, складывается какая-то общая целая картина, тут остаются вопросы, но книга восхитительная. Серьезно, я после прочтения, я влюбилась в этого автора, и сейчас хочу купить себе все остальные книги, их всего две, но скоро выходит... Две? Две, но скоро выходит еще третья. Я давала эту книгу почитать своей подруге, и ей тоже очень понравилось, но у нее интерес к книге проснулся не в первой части, как у меня, а именно во второй. Но после прочтения она осталась в таком же восторге, как и я, поэтому очень советую. Следующие книги — это трилогия Терри Терри, стертая, расколотая, разрушенная. Я выбирала, какую книгу купить между «Гончие Лилитой Кристины Старк» и «Пожирающая серость». Посмотрев новое видео своей любимой книжной блогерше на ютюбе, я увидела эту трилогию у нее в видео, она сказала, что... Ну, короче, она очень расхвалила эту трилогию, я не раздумывая, ну, я прочитала аннотацию первой книги, мне понравилось, я заказала, тем более там была скидочка. Ну, и потом как-то так, поскольку в остальной книге было достаточно сложно найти почему-то, я сразу же заказала их. Я ее сейчас читаю, я на 214-й страничке, тут у меня есть вот несколько стикеров буквально, но, если честно, эти стикеры абсолютно несравнимы со стикерами в крыльях, потому что стикеры в крыльях я свои просто обожаю, и еще одна книга, где у меня есть стикеры, это «Горности предубеждений», мне тут помяли ее, я просто хочу плакать, то есть вот у меня стикеры «Горности предубеждения», я все эти стикеры обожаю просто до глубины души. В этой же книге они немножко натянуты, потому что пока что нет никаких каких-то ярких сюжетных событий, событий в сюжете, нет ничего такого суперяркого, да, эта книга заставляет меня и улыбнуться, и подумать, и прийти в легкий шок, но пока что ничего такого суперинтересного за 2014 страниц не произошло, то есть очень постепенное развитие сюжета, возможно, это потому что трилогия. Пока что я не могу ничего, наверное, сказать о этой книге, кроме того, что читается она очень легко, и, в принципе, я могу сказать, что меня затягивает эта книга, потому что иногда, когда я сижу, и... ну, просто сижу, и я такая, блин, хочу почитать именно эту книгу, так что я думаю, что я сегодня ее дочитаю, потому что читается, ну, реально вот, очень легко читается, у меня тут осталось всего 200 страниц, поэтому... ну, 220 страниц, поэтому я думаю, что сегодня я ее закончу, и, наверное, приступлю к двум остальным книгам, даже не буду читать здесь аннотации, потому что... точно, надо же рассказать, о чем эта книга. Это книга о девушке, которая живет в мире, где малолетним преступникам до 16 лет стирают память и как бы дают второй шанс, помещая их в другой город, в другую семью, они ходят в другую школу, ну, и ничего не помнят о своей, как бы, прошлой жизни. И главная героиня Кайла. Честно, не помню вообще имена из этой книги, не знаю почему. Обычно я имена хорошо запоминаю, но тут почему-то вообще не запомнила имена. Кайла является такой же девочкой преступ... девочкой, которой стерли память. Ее помещают новую семью, но она начинает осознавать, что как бы в этой системе все не так уж и чисто. Но проблема еще в том, что ей сложно как-то действовать, потому что у нее на руке браслет, который контролирует ее эмоции. Если она сильно пугается или волнуется, или у нее злость проявляется, то ее показатель на браслете падает ближе к нулю, и когда он падает ниже двух, насколько я помню, чип в ее мозгу может просто как бы расплавить ей мозг, как там говорилось, насколько я помню. Поэтому нужно быть очень аккуратной. Я пока что не могу ничего точного сказать про эту трилогию, но надеюсь, что в ближайшее время ее прочитаю и расскажу вам свое мнение. О следующих двух книгах буду говорить вместе. Они как бы вообще никак не связаны для вас, для меня они связаны, потому что я купила их совершенно случайно. мы гуляли по торговому центру, и мы зашли в книжный магазин, в котором я, кстати, покупала себе крылья, и я говорила себе о том, что я не куплю себе ни одной книги, потому что они здесь дороже, чем в других книжных. Я не собиралась, честно, себе ничего покупать, потому что понимала, что разница цен в этом магазине и в том, в котором я обычно покупаю книги, будет такая, что я могла бы, например, купить себе какую-нибудь там классику Pocketbook. Помню, так? Да, Pocketbook. Поэтому это невыгодно. Но потом мы подошли к стенду со скидками, и я его начала обходить, и увидела книгу Пенелопы Дунглас Агрессор, и... А я давно хотела почитать ее литературу. Литературу. Потому что видела у девочки в ТикТоке, я на этой красковой не была, а мне как раз хотелось чего-то такого почитать. Но потом на этой же полке, где я лежала Пенелопы Дунглас, я увидела Жестокого Принца от Holy Black и Бронят от Магии Стивоттер. Надеюсь, я правильно все произнесла. И что меня вообще как бы подвигло купить в Синии, потому что я не была знакома с тем, как бы, о чем они, я просто видела кучу положительных отзывов, кучу видео в ТикТоке, где расхваливали этих Воронят. Ну, уже такое, в принципе, я видела меньше в подобных видео, но, опять же, тоже много положительных отзывов видела. Но самое главное, что сподвигло меня на покупку этих книг, это их стоимость. Потому что эту книгу я купила за 5 белорусских рублей. Эту за 10, но это, в принципе, нормально. стандартная цена, я посмотрела в других магазинах, она, по-моему, стоит по 3 рубля. Ой, по 13 рублей. Не то, чтобы очень большая скидка, но очень приятная. И самое классное, что они в хорошем состоянии. Тут вот жестокого принта, буквально, кое-где, немножечко испачкана обложка, но я хочу все попробовать за спиртом протеять. Надеюсь, он терется. А у воронят так вообще все, по-моему, отлично. Потому что в этом магазине без всяких скидок я покупала себе Кристину Старт и не заметила. Я вообще не знаю, как я могла это не заметить, но тут есть терапина, такая нормальная. А я очень, ну, всегда берегу свои книжечки, и это просто для меня был такой неприятный шок. Тут еще где-то слегка порванные странички, я помню, есть сверху. И я, когда это увидела, я думаю, господи, я как я могла это не заметить. Это просто кошмар. Но тут все отлично. Насколько я поняла, могу судить, точнее, из аннотации воронята, это про девочку, которая, которая с... Которые все время твердят о том, что она убьет человека, которого полюбит. Потом она видит на кладбище в членском дворе молодого и несправедливого обреченного, некого Ганси, который относится к воронятам. Воронята — это ученики престижной академии Англинби. И потом она попадает в компанию неких трех воронят и меняет их жизнь. Честно, мне сейчас так хочется почитать эту книгу, но я понимаю, что сначала мне нужно дочитать эту трилогию, иначе... Не могу я иначе. В общем, да. Но мне прям очень стало интересно. Насколько я знаю, там четыре книги в этой линейке. А «Жестокий принц» это о девушке, которая... Чих... О, Господи. Ее родители убивают, когда ей было семь, и к себе ее и ее сестер забирают фейри, и через десять лет она хочет походить на этих прекрасных и коварных созданий, несмотря на то, что они презирают людей. Она хочет... Насколько я понимаю, она хочет добиться некой власти. Она хочет занять свое место при дворе, и для этого она должна лгать, изворачиваться, драться, строить заговоры и победить Кардена. Карден — это самый младший и самый жестокий сыновей Верховного Короля. И когда королевство Фейри из-за неуемной жажды власти кровопролития и принцев оказывается на краю мебели, Жид понимает, что это ее шанс. Она может подняться на недосягаемую ранее высоту, спасти сестер и собственную жизнь. Тоже, как по мне, очень интересно. Тут это идет трилогия. Что это такое здесь? Ой, прикольно. Интересненько. Мне нравится. И осталось три книжки на мягких обложках. Первое — это «Великий Гэтсби». Я никогда не смотрела, кстати, фильм и, в принципе, мало что слышала об этом произведении. Купила я его совершенно случайно. Мне просто очень хотелось купить какую-нибудь книгу, и почему-то мой выбор пал именно на «Великого Гэтсби». Но когда я начала его читать, я поняла, что у меня сейчас немножко не то настроение. Не знаю, какое должно быть настроение, но я поняла, что сейчас не тот момент, когда я хочу прочитать эту книгу и пока что отложила, ее, но мне нравится. Я думаю, что мне понравится, потому что по аннотации, опять же, «Америка, 1925 год. Время сухого закона и гангстерских разборок, ярких огней и яркой жизни». Но для Джей Гэтсби воплощение американской мечты обринулось настоящей трагедией, а путь наверх, несмотря на славу и богатство, привел к летальному крушению. Ведь каждый из нас в первую очередь стремится не к материальным благам, а к любви, истинной и вечной. Следующая книга это «Парфюмер. История одного убийцы». Эта книга была куплена очень спонтанно, ну, то есть не то, чтобы очень спонтанно, мы как-то гуляли по торговому центру с подругой, она очень захотела купить эту книгу, и меня это заинтересовало. Мне очень нравится, кстати, обложка, очень красивое издание, я считаю. Она у меня еще даже в пленке, я пока что не хочу ее распаковывать, потому что в ближайшее время, наверное, я ее тоже читать не буду, потому что мне хочется пока что прочитать мою современную литературу. Моя подруга, ее желание купить эту книгу привлекло мне, я, честно, не смотрела фильм, я даже антитацию, если честно, не читала. Мне просто очень понравилась обложка, эту книгу очень хотела моя подруга, и вот такое вот решение купить ее у меня появилось. Тем более я стоила она не дорого, всего 6 белорусских рублей, поэтому, надеюсь, будет интересно, но я просто тащусь от этого оформления, от этих цветов, от этой обложки, я просто... Это эстетическое удовольствие. И последняя книга, я вообще не слышала об этом авторе, это Энтони Дор, «Весь невидимый нам свет». Впервые слышала об этой... Вообще никогда не слышала об этой книге, будем честны. И когда мы приехали в торговый центр, чтобы я набрала свои две книги из трилогии «Стертая», я, честно, хотела купить себе «Орудие смерти» «Город гостей», потому что очень хочу начать читать Кассандру Клэр, или думала, что куплю «Пожирающую серость» или «Гончий лилит». Но в итоге «Гончий лилит» я нашла и «Пожирающую серость» нашла, «Орудие смерти» так и не нашла. Знаете, я никогда не разговаривала с консультантами в книжных магазинах, но в этом магазине случилось какое-то неожиданное исключение, потому что консультант заговорила с нами сама, и я смотрела просто классику, я хотела найти там «Лолиту», потому что давненько я хочу прочитать эту книгу, но, в общем-то, но, к сожалению, я этого не нашла, и консультант посоветовала мне эту книгу, я прочитала. «Тут не аннотация, тут отзывы от неких людей какого-то сайта, честно, без понятия. Тут нет аннотации сзади, что меня очень расстроило, конечно, но... А, блин. Аннотация была здесь. Прочитав отзывы, сзади меня привлекла эта книга, кстати, мою подругу нет, меня привлекла, и потом, уже когда я пришла домой, я прочитала аннотацию, поняла, что очень не зря купила эту книгу. Эта книга рассказывает о двигающихся, сами того не ведая, навстреченную другу слепой французской девочке и ровком немецком мальчике, которые пытаются каждый на свой манер выжить, пока кругом бушует война, не потерять человеческий облик и сохранить свои близки». Эта книга о любви и смерти, о том, что с нами делает война, о том, что невидимый свет победит даже самую безнадежную тьму. И это, ну, серьезно, мне кажется, это будет очень интересно, хотя, признаться, я не люблю книги, связанные с войной, потому что это очень эмоционально тяжело читать. Я как-то с детства мне очень все это тяжело. Тут еще вот есть некоторые письма, в которых нечто обрано из текста, не знаю, что это. В общем, тоже с удовольствием буду читать эту книгу и с удовольствием буду ездить в этот книжный магазин, потому что ну, в том магазине очень приятные консультанты, вот, я прям супер. На этом все, я показала вам все свои покупки книг, напишите мне в комментариях, если вы читали какие-то из них и вообще, что вы читаете сейчас, мне будет очень интересно об этом узнать, но я с вами прощаюсь, так что всем пока!